Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, давайте попробуем на него ответить, да, давайте попробуем разобраться с тем, что происходит у вас. Значит, ребенок сейчас активно старается взаимодействовать с миром, да, ребенок старается как-то наладить контакт с миром, ребенок старается в этот мир как-то входить, приходить, ребенок проверяет свои личные границы, вот, и ему нужна такая вот реакция. Реакция в ответ на его действия. Здесь вы, в принципе, поняли все правильно, на мой взгляд, что, значит, ему нужно, чтобы происходило реагирование какое-то, на его действия это нормально, и в данном случае кошка это, по сути, та же реакция, да, по сути, это тот же предмет, который, в общем-то, показывает ребенку активность, вот. Вы понимаете, какая проблема? Тут проблема в том, что ребенок не чувствует боли. То есть он не чувствует, что другому больно, он не чувствует, что другому нельзя делать какие-то вещи. Вот эта проблема, такая проблема. И вот эта проблема, проблема не чувствования ребенком более другого существа, живого, да, это, конечно, достаточно серьезно. Это достаточно серьезно, мне кажется, что надо бы анализировать вашу обстановку в семье, да, нужно анализировать, как вы обращаетесь с ребенком, нужно анализировать, как вы выстраиваете модель поведения, нужно анализировать, как вы относитесь к ребенку, как вы относитесь к, значит, друг другу, к своей жене, к кошке. То есть, понимаете, ребенок, он не просто так, а кошки проявляют такую реакцию. Во-первых, он ее, ну давайте будем говорить откровенно, да, он ее у вас подсмотрел. Он где-то у кого-то у кого-то посмотрел, такую вот модель с поведением, с кошкой. Либо у вас он это подсмотрел, либо он это подсмотрел где-то еще, может быть, у кого-то из взрослых. Тут надо разбираться, конечно, с этими аспектами, вот. Но, тем не менее, история такая, что ребенок причиняет насилие, причиняет боль. Что это значит? Да? Ну вот, что может это значит? Значит, это может то, что ребенок не чувствует себя достаточно значимым для вас. вас не чувствует себя достаточно значимым по отношению к самому-самому себе. Опять же, что это значит? Это значит, что, во-моему, вы ребенку не даете достаточно свободы, ну, для его каких-то действий, для его каких-то увлечений, для его каких-то предприятий, значит, авантюр и прочее. Вот. Возможно, вы действительно мало с ребенком именно разговариваете. То есть, вы мало с ребенком взаимодействуете, мало проводите с ней время, просто ничего не делая. То есть, вот, у меня сложилось такое впечатление, что вы достаточно занятой человек. Ну, такой активный, занятой. Вот. И это ведь не случайно. То есть, если вы занятой человек, значит, возможно, вы проводите недостаточно много времени именно с ребенком. Позиционируя себя таким образом, что ребенок находится как бы в отдалении от вас. И ребенок пытается таким образом привлечь ваше внимание. Это все, попытка привлечь внимание. С одной стороны, и с другой стороны, чувство значимости. Чувство своей значимости. То есть, я хочу что-то сделать, я хочу что-то совершить, чтобы на меня обратили внимание, чтобы, значит, меня поняли, чтобы на меня, чтобы меня заметили и так далее. Вот. Это, вот, непосредственно, то, что делает ребенок. То есть, что кошке больно, он не понимает. А вот то, что вы, то, что вы реагируете на это, да, определенным образом, это он, ну, вот, как раз, вполне себе понимает. Понимает именно это, то, что ему нужно. К сожалению. А вот. А, значит, что можно сказать? Что можно сказать? По итогу. Да? Значит, а... По итогу можно сказать, что ругать ребенка или как-то пытаться ему объяснить, что он делает неправильно, то, что делает. Бесполезно. Потому что у него есть мотив и, соответственно, пока у него есть этот мотив, да, он будет снова и снова делать то, что делает. Ничего здесь не изменится и не поменяется. Нужно скорее, чтобы ребенок потерял выгоду от того, что он делает. Нужно скорее, значит, ну, нужно скорее реагировать более, значит, ну, более духовно, более, так сказать, адекватно, да? То есть реагировать нужно не агрессией, да, и не, значит, какими-то действиями, а именно отношением. То есть, с одной стороны, нужно проводить с ребенком больше времени, с одной стороны, нужно просто позволять ему делать с вами то, что он хочет, чтобы его энергия адекватно выражалась, да? С одной стороны, с одной стороны. А с другой стороны, необходимо, чтобы вы резко, незамедлительно, четко реагировали на ситуацию. Значит, когда ребенок кошке, значит, все-таки что-то делает, да? То есть нужно реагировать отстранением, нужно реагировать грустью, потому что ребенок очень хорошо чувствует вот эти все вещи, когда меняется настроение родителей, да? Когда меняется настроение его близких, это чувствует, вот. Потому что, как вам уже сказали мои коллеги, да, смысл в том, чтобы как-то, значит, его ругать и, значит, там, ну, бить по попе, да? Да, этого никакого смысла нет. Значит, не согласен с, значит, своей коллегой Светланой в том, да, что ребенку нельзя играть с вами. Вот, не могу с коллегой в этом плане согласиться категорически, потому что с вами играть он может, а вот как бы делать больно тем, кто слабее его, да, он, соответственно, не может. Вот, это ребенку нужно донести, но донести нужно, еще раз повторяю, не, значит, какими-то действиями, да, которые, которые, ну, просто пресекают его, но не дают ему ничего. А по сути дела и дают. А нужно именно в корне пресекать то, что ребенок получает. Получает ребенок, что я вам уже, в принципе, сказал, что он получает. Вот, именно от того, что вы делаете, да, получает он именно свою толику вашего внимания, соответственно, это стимулирует его действовать так, как он действует. Вот, конечно, для того, чтобы разобраться более, значит, более детально в том, что происходит, нужно анализировать ваши отношения в семье, потому что подобное, ну, подобное агрессивное поведение, оно, в принципе, редко бывает на ровном месте, очень редко бывает на ровном месте и зачастую имеет под собой какие-то основы. это может быть негативная модель поведения у родителей, это может быть какая-то реакция, значит, на какие-то происшествия, которые имеют место быть у вас в вашей жизни, да, вот. И так далее. И так далее. То есть понятно, что более детально нужно все-таки разбираться, да, более детально рассматривать. Вот. Но, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вот такой вывод. Такой вывод, что с одной стороны, значит, ребенок не хватает значимости, вот, своей значимости. А с другой стороны, да, ему может не хватать вот какой-то реакции, плюс эту реакцию вы ему даете. То есть ребенок это манипулятор. Это нужно понимать, что ребенок маленький манипулятор. Причем он это делает неосознанно, он это делает абсолютно на интуитивном уровне. Вот. Он просто запоминает те моменты, когда ему дают внимание. То есть когда ему объясняют, что-то говорят, проводят тем больше времени, он это запоминает. Вот. И, собственно, именно это и происходит с вами. По сути дела. Вот. Поэтому я думаю, что для того, чтобы ситуация не повторялась, вам необходимо действовать вот примерно в таком ключе. На что еще хотел бы обратить я ваше внимание, да, на что еще? Значит, хотел бы я обратить ваше внимание еще на то, что вы указываете, указываете, значит, что вдруг он не будет любить животных, ваш ребенок. Вот. Значит, для вас это имеет какое-то значение, видимо. Видимо. Я так думаю. Вот. С этим моментом я предлагаю тоже поработать, подумать на эту систему. Потому что достаточно важный момент. То есть вполне возможно, что если у вас есть какое-то отношение к животным, какой-то такой, ну, не предвзятое может быть, да, а именно какое-то важное значение, важно как-то выделяете вы, вот. Вот. Животных. Что ребенок может ревновать. Но это, конечно, не точно и связано это исключительно только с моими предположениями, предположениями. Вот. Я бы здесь на самом деле провел бы интервью и у вас, и у мамы ребенка, и если еще вы с кем-нибудь живете, то и еще с кем-нибудь. Вот. И после этого уже было бы более точно понятно, что именно ребенком двигать, что именно его полкают на вот такую модель победителя. Вот. А в целом, в целом, в целом, значит, я на ваш вопрос ответил, именно в целом. Настолько, насколько можно было бы ответить, да, ну, исходя из того, что вы написали. Вот. Надеюсь, что вам мой ответ был полезен. Надеюсь, что это было полезно и интересно. Вот. Значит, давайте еще раз я сейчас перечитаю, да, посмотрю, ничего ли я не забыл. Вот. Вы пишите, что каждый раз объясняем, периодически и по попе пробуем. Ну, вот это вот как раз и есть внимание. Это как раз и есть то внимание, о котором я говорил. Ребенок получает от вас ваше внимание. Вот. Реакцию, точнее. Толку нет и не будет, пока вы ребенку даете то, что он хочет. Вот. Ему очень нравится надеюсь, что он какой-то получает реакцию. Да, надеюсь, что он какой-то получает реакцию, это да, это естественно. То есть здесь есть конфликт, прямой конфликт, значит, одного и другого. То есть здесь конфликт того, что ребенок хочет быть самостоятельным, ребенок хочет чувствовать себя значимым и познавать мир с тем, что ему не хватает этой самой реакции. Вот он и ведет себя, собственно говоря, так. На мой взгляд, это, ну, на мой взгляд, это вот причины того, почему он себя так ведет. Вот, значит, и вам, и вашей жене, и его маме нужно поменять модель, значит, своего отношения, своего поведения к ребенку. Вот, и сделать, сделать то, что я сказал. Ну, или, как бы, понятно, что вы можете, вы вольны делать то, что хотите. Вот. Но, мое мнение такое. Кстати говоря, кстати говоря, вы спрашиваете, что делать, да? Что делать, чтобы что? Вот вы говорите, что ты вообще вдруг он животных не будет любить. Вот, может быть, и не будет любить. Вы считаете, что он обязан любить животных? Ну, я думаю, что нет. То есть, любить или не любить животных, это его личное дело, это его право. Любить или не любить животных. Вот. Поэтому, то, что вы к этому так относитесь, понимаете, любовь нужно воспитывать. Любовь, это бережное отношение. А вы же не относитесь. По мнению ребенка, вы не относитесь, вы просто даете ребенку то, что ему нужно. И так нужно. И вы это ему даете. Вот, по сути, то, что вы делаете. Вот. Такая вот история. Такая картина мне вырисовывается. И, значит, вот то, что вам делать, я сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гречу.